Сколько стоит человеческая жизнь? Вопрос, на который не существует ответа. Однако для Екатерины Радымкиной это не абстрактные слова, а конкретное количество нулей. У ее сына Вани мышечная дистрофия Дюшена. Даже подняться по лестнице – огромное испытание. А дома мальчик вынужден носить ортезы. Они доставляют ужасный дискомфорт, но это часть реабилитации. Так стопа удерживается в определенном положении, чтобы не наступала серьезных контрактур. Каждый день мальчика расписан поминутно. Бассейн, занятия с тренером, прогулки, тренажеры и массаж. Но все это лишь отстрочка неизбежного. Ваня нуждается в препарате трансларно. Долго ждали, когда этот препарат придет к нам в страну и, возможно, будет закупаться для таких деток, как Ваня. Их совсем немного. Но пока еще этого не произошло. А время бежит. И в соответствии с рекомендациями, это начало приема должно быть до 10-летнего возраста. Ване летом 10. И мы вынуждены были организовать этот спор, чтобы попробовать, попробовать и начать. Для маленького Ванечки свойственно словосочетание «взрослый ребенок». Он слишком много знает о страшных подробностях развития своей болезни и уже давно не мечтает быстро бегать. Однако это не мешает ему наслаждаться жизнью и надеяться на лучшее. Мальчик учит английский и особенно хорошо рисует. И, как любой ребенок, любит компьютерные игры. Мечтает о компьютере на день рождения. Однако никакое хобби не заменит общение со сверстниками. Гонять мяч во дворе он не может. Поэтому школа – лучшая возможность пообщаться с друзьями. У меня за мой запарат едет Дима обычно. Чем вы занимаетесь Димой? Обычно. Иногда он мне помогает. Иногда я ему просто болтаю, честно говоря. И что, не пользуетесь телефоном в школе? Не пользуемся. Ну, крестики, нолики иногда играем. Трансларна, в которой так нуждается мальчик, позволяет клеткам производить функциональный белок дистрофин. Основная задача – остановить течение болезни. Ведь без него они будут становиться хуже и хуже. И никакие физиотерапии и гормоны тут не помогут. Чтобы жить и быть полноценным человеком, ему необходимо пожизненно, ежедневно принимать препарат, который на данный момент прошел регистрацию в более чем 30 странах Европы, в Казахстане и России. Очень многие люди откликнулись и хотят помочь. Те, кто делают какие-то поделки, изделия своими руками. Мы подумали, что хорошо бы организовать ярмарку, средства с которой пойдут в пользу сбора для Вани. Мы еще не знаем точной даты, но эту ярмарку мы точно будем проводить. Помочь Ване несложно. Сделать это можно разными способами. Если вы хотите поучаствовать в ярмарке, то свяжитесь с мамой мальчика в социальных сетях или по телефону. Также простой способ помочь – пополнить счет баланса мобильного номера 8029-701-5831. Помните, делать добро просто. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Побруйск-360.